Всем привет! Мы снова в эфире. У нас очередная встреча на тему совместной разработки на питончике. В этот раз мы подбираемся к середине семестра. У нас, напоминаю, в конце марта или в начале апреля, кажется, в конце марта, должна быть уже разбивка на команды, которые будут делать семестровый проект. Напоминаю, что основным отчетом по данному курсу является именно семестровый проект. И мы будем, собственно, оставшуюся часть семестра изучать разные инструменты, используемые в разработке, которые нужно будет применить в этом семестровом проекте. Но пока что мы все еще тыкаем в гид. Вот эта ссылочка на статью на Хабре – это ответ на вопрос, который мне задавали год назад на лекции или два года, на тему того, какие бывают еще стратегии мержа, потому что мы с вами их видели условно две. Это чистый фастфорвард, когда вы мержитесь с такой историей, где есть просто коммиты, где нет даже графа. История не образует, а в результате после мержа история остается линейной. Да, и всякие штуки с конфликтами, которые мы в прошлый раз мержтулом пользовались. Но в действительности стратегии слияния больше. У гита, вот, у них смешные названия, например, октопус – это когда вам надо слить сразу несколько ветвей, вот, и так далее. В общем, стоит почитать эту статью. Ну, вообще, хочу сразу заметить, что мы с вами, разговаривая про гит, рискуем упасть в такие бездны объемом с гитбук. Да, вот все, я думаю, ходили уже по ссылке, пытались читать гитбук. Это хороший годный учебник, его единственный недостаток – его там читать не перечитать. И если это был учебник по теории, то это еще ничего, а практический учебник вот такой толщины – это, конечно, надо же все кликать руками. Ну вот, значит, мы рискуем упасть в некоторые бездны. Пример такой бездны я сегодня покажу. Еще один разговор про откат истории, кажется, у нас был на лекциях, да. Я аккуратно говорил, что можно сделать гит-ресет или гит-ресет минус-минус-хард. И вы откатитесь на тот коммит, коммитиш точнее, который вы указали в гит-ресете. То есть разница между гит-ресетом и гит-ресет минус-минус-хард состоит в том, что гит-ресет не синхронизирует рабочую копию. То есть после гит-ресета вы видите ситуацию, как если бы вы в репозитории остановились на том коммите, на который вы пересетили, а все остальные изменения вы прямо сейчас нахакали руками. Значит, небольшой иллюстрацией бездны, в которую мы попытаемся не погружаться, будет рассказ про раздельное добавление ханков, то есть изменений, которые вы проделали в вашей рабочей копии, для того, чтобы они, эти ханки попали, эти ваши изменения попали в разные коммиты. Я попытался это сделать в позапрошлом году на лекции, потом еще раз попытался это сделать прямо на лекции, потом это вылилось вот в такую оффлайн-лекцию. Как видите, если начать рассказывать про все, это одна единственная команда гит-ад-п или минус-минус-патч, что то же самое. То мы можем, поскольку это практика, оказаться так и не всплыться одна, поэтому давайте мы по-быстрому что-нибудь сделаем. Что у нас тут есть? Да не важно, что у нас тут есть. Сейчас. Да. А если, ну вот вы как бы говорите, что это все такая достаточно большая бездна, таких бездн достаточно много, как вы оцените вообще, насколько много людей погружены вот эти бездны, насколько вообще вот этот гит используется? Ну, смотрите, как всякий инструмент, который писали для себя люди, занимающиеся разработкой, другие люди, занимающиеся разработкой, рано или поздно дойдут до тех мест, вот до этих глубин, просто практически. Я разговаривал с людьми, которые занимаются, ну, с профессиональными разработчиками, они лучше меня знают, гид, существенно. И не потому, что они его вот с утра до вечера сидели и изучали, а потому что то одна фича им понадобилась, то другая, то третья. В этом смысле, в этом смысле очень, как это, ну, этот инструмент, я вообще такие инструменты, которые люди сами для себя пишут, очень люблю и всегда этим занимаюсь. Вот. И питом, в конце концов, тоже люди сами для себя писают. Вот. По сравнению с там условным гитом, какие-нибудь комбайны, которые используют в корпорациях для организации совместной разработки, это как раз обратная ситуация. Первым делом вы сидите и изучаете свойства этих комбайнов, потому что иначе вы просто не сможете в разработку включиться. Это вызывает раздражение. Вот. Примерно так. А с гитом все хорошо в этом плане. Вот. С гитхабом уже не очень хорошо в этом плане. То есть, некоторый workflow, который, собственно, гит вообще не предусматривает, связанный с процессом разработки, в таких хостингах, как гитхаб или гитлаб, оно навязано сверху, придумано какими-то, значит, вот людьми, которые в этом разбираются. И вот там-то как раз это правило перестает работать. Ну, до этого мы еще дойдем. У нас будет разговор про организацию workflow поверх гита. Вот. Значит, сейчас я хочу, если мне удастся по-быстрому, продемонстрировать, продемонстрировать, как работает, как работает гитат минус минус патч. Вот. Это просто пример. Значит, предполагается, что я сделаю три файла. Это должно называться колен 3 и на весь год. Вот. Минус а, минус м. Вот. Значит, побольше, поменьше, еще побольше. Вот в этих трех файлах я сейчас сделаю несколько изменений, таким образом, чтобы я их сделал одновременно, а потом захочу их закоммитить в разное время. Ну, давайте прям начнем со среднего файла. Что мы хотели в среднем файле сделать? Мы в среднем файле захотели сделать вот такую красивую картинку. Ну и ладно. Вот. Это был файл среднего размера. Давайте... Нет, извините, что-то я не помню. Он должен быть, должен быть меньше. Да. Хорошо. Секунду. Вот и нам пригодился гид-ресет. Вот. Вот так надо... Ой. Вот. Вот так надо было делать. Вот мы сейчас пересетим. Просто этот файл должен быть покороче. Вот. Вот этот маленький файл. Ну, допустим, у нас... Вставим сюда нулевое число. Да? Как если бы оно было... Вот. Вот средненький файл. В средненьком файле мы вставим красивый минус. Сколько там? 65. 65 и минус. Вот. А в большом файле мы отредактируем сразу два места. Во-первых, вставим вот этот самый 65 и минус. Вставим вот это, а еще что-нибудь поправим здесь. Не важно что. В данном случае нам не нужно, чтобы были конфликты. Нам нужно, чтобы были исправления двух типов. Ну, что-нибудь такое. Не важно что. Ой. Это неправильное слово. Вот это правильное слово. Вот. Давайте посмотрим, что нам говорит git.div. Git.div нам говорит буквально, что у нас есть изменение в файле Calend. Вот оно, нулевое число мы добавили. У нас есть изменение в файле Calend 3. Мы добавили вот такую строчку. У нас есть такой же, видите, плюсик. Да? У нас есть изменение в файле Calend Y. Мы добавили такую строчку. И еще мы, значит, присвоили на еврею эпитет. Вот у нас есть пачка исправлений, которые я хочу теперь раскатать в разные коммиты. Причем это должны быть коммиты, по моей задумке, такие. Вот эти добавления минусиков красивых должны быть в одном коммите, а другие изменения в другом, ну или в других. Вот. Вот и ровно для этого есть два инструмента. Один из них называется git-минус-патч. В смысле git commit... Чего? Сейчас скажу. Ad, наверное. Все-таки Ad, конечно. Вот. Git ad-минус-патч. Вот. А другой инструмент, вот вообще обмазка вокруг git-а на перле, называется git-минус-интерактив. И там целый менюшка такая красивая выводится. Вы говорите, что вы хотите делать. Этим инструментом я пользуюсь не умею. Вот. Хотя он есть. А минус-минус-патч, ну вроде бы я его освоил, когда писал в 19-м году эту лекцию. В 19-м году. В 19-м. Это 19-го года текст. Ну вот. Давайте мы скажем git ad-минус-минус-патч. Сейчас. Вообще git-статус сначала. Вот. Вот у нас незастриженные изменения в трех файлах. Вот. Тут плохо видно, потому что кто-то, как это, в интернете кто-то неправ, как известно. Вот. В частности, неправ человек, который пишет синим по-черному и думает, что это будет видно. Вот. А еще неправ я, который конкретно заредактировал в своем терминале синий цвет для того, чтобы он был красивым темным синим фоном. Вот. Как это перекрашивать, я не помню. Страдайте. Здесь написано stage this hunk. То есть git ad с ключиком минус-минус-патч начинает нам показывать все ханки, то есть все изменения, которые мы проделали, поочередно. И спрашивать, хотим ли мы их застейджить в данный коммит или не хотим. Ну, допустим, это будет первый коммит, который добавляет нулевое, нулевое это самое, говорим ему yes. Остальным скажем сейчас no. No, no, no. Вот. В git статусе при этом образовалось что? Мы из всех наших изменений застейджили ровно одно. Оно сделано на маленьком файле колент. Вот. А все остальные три изменения, одно на среднем файле и два на большом, мы пока не трогали. И они честно разложились. Это staged, это unstaged. Если мы сейчас сделаем git commit, это будет commit ровно того изменения, которое мы посмотрели. Что там у нас? Нулевое марк. Вот вы поставили штрих а. Спасибо. Большое спасибо. Хорошо, что вы следите за происходящим, потому что да, если я на автомате написал ап, это я не думал, да, это не мозг делал, это пальцы делали. Вот. Я на автомате написал а, и да, в этом случае все бы добавилось в коммит. Спасибо большое. Вот мы его добавили. Делаем еще раз. Напоминаю, что наша цель в этот коммит запихать только те изменения, которые добавят красивые минусики. Вот это изменение говорим yes, вот это изменение говорим yes, а вот это изменение говорим no. В результате у нас получается довольно забавная ситуация. Один и тот же файл одновременно значится как staged и unstaged. Вот этот файл, коленд Y, большой, в котором было два изменения. Одно из этих изменений мы применять собираемся, а второе пока нет. Вот. Причем, смотрите, командашка getDiff показывает unstaged изменения, а командашка getDiff минус минус кэш, минус минус кэшит, те изменения, которые мы добавили. Довольно удобно. Теперь мы с mail можем коммитить вот эти конкретные изменения, а именно добавление красивых минусов. Вот. Ну и, наконец, наконец, последнее наше, значит, это было слово комминт, не комминт, а коммит, я люблю такие слова. Вот. Вот. Таким образом, если вы хотите... Вот, видите? Если вы хотите аккуратно вести историю разработки, но при этом ваш программистский раш заставил вас нахакать много-много-много изменений в одном и том же коде, никогда не поздно, то есть вообще никогда не поздно, до тех пор, пока вы все это не запушили, придать вашей истории аккуратность. Ну, минус p, скажем. Да? Что? Нет. А, ну да. Вот. Придать вашей истории аккуратность и в истории коммитов как раз увидеть, что вот вы сначала... Последний коммит был про ноябрь, предыдущий коммит был про минусики, и предпредыдущий коммит был про нулевое, нулевое марта. Вот. Такая вот история, связанная с тем, как мы можем работать. Да, при этом, когда я говорю никогда не поздно, никогда не поздно. Вот мы все это сделали, поняли, что мы что-то намудрились коммитами, надо сделать по-другому, делаем ресет на тот коммит, относительно которого мы хотим поправить историю, без харда. Все изменения приезжают обратно, мы их снова по одному раскидываем. Такие дела. Значит, напомню еще раз, что есть более мощный инструмент, который называется минус-минус интерактив, где он будет там что-то такое у вас спрашивать. В случае, если вы пользуетесь Альт-Линуксом, ну, дистрибутивом на базе Альт, нужно поставить пакет под названием... Пакет под названием Pelgit, ну и так далее. Значит, теперь немножко истории, хотя это не совсем история, потому что я собираюсь... Ладно, не буду читать вслух. К нам пришла девушка, говорит, второй раз на стримах к этому ведущему. Паде. Это очень нюхо. Да, так вот, значит, дело в том, что, когда Гвида изобретал ГИД, на самом деле, к тому моменту у разработчиков было несколько десятилетий историй совместной разработки при помощи разных других систем контроля версий и, в общем, всяких. А также и без них тоже. В частности, с незапамятных времен, реально с незапамятных... Я не знаю, сколько лет утилите DIF, но, в общем, ей очень много утилет. С незапамятных времен существует пара утилит, которые называются DIF и PATCH, которые позволяют снимать разницу между двумя текстовыми файлами и потом накладывать с помощью утилиты PATCH эту разницу обратно на текстовый файл. Идея стоит в том, что процесс разработки выглядит так. Вы берете обстрим. В этом обстриме есть какой-то исходный текст. На этот исходный текст вы правите, потому что он вас не удовлетворяет по какой-то причине. Дальше сравниваете то, что получилось с исходным текстом обстрима неправленным. Получается нечто под названием PATCH. Вот. Я не знаю, существуют ли еще люди, которые считают, что PATCH это такой X-ешник, который ты скачиваешь, запускаешь, и у тебя в твоем FPS в FPS шутере, значит, вместо злобных мужиков будут бегать голые женщины. Но вот нет. Или это мод называется. Ну, не важно. Важно то, что в мире разработки PATCH это именно это и строго это. Это текстовый файл определенного формата, который чудесным образом очень-очень сильно похож на git.div, который мы с вами только что видели много раз. Собственно, фактически это он и есть. Вот. Настолько он и есть, что результат работы git.div можно наложить с помощью утилиты PATCH на исходный текст. Мы что-нибудь из этого сейчас попробуем. Вот. Главное свойство утилиты PATCH по сравнению с git.div по каковой причине эту утилиту ни в коем случае не надо сбрасывать со счетов, хотя git, в общем, все это умеет. Утилита PATCH умеет PATCH в фазе контекста. У нас в прошлом семестре был на курсе разработка под Linux с такой прям отдельной лекцией про то, как пользоваться PATCH-ами. Ну, давайте я попробую это сделать, чтобы было просто понятно. Вот у нас есть... Скопируем наш файл. Скажем, длинный. Ну, даже не так. Вот прямо вот так. Отредактируем этот самый колент. Ну, что-нибудь несложненькое в нем сделаем. Допустим... Допустим, вот что-нибудь тут. Вот. Да? Запустим утилиту DIV. Ту самую, которой много лет, десятков лет. Ей надо показать старый файл. И новый файл. Так, старый назывался .wold. Утилита DIV по умолчанию описывает очень конкретненько, какие конкретно строки поменялись. Строка 19-я была заменена на строку 19-ю. С такого вот в такую. Вот. После некоторых экспериментов с утилитой DIV, например, вот есть такой вариант. Видите? Это строки отлич... Вот два разных... Два контекста указаны. То есть, где именно произошло изменение. И восклицательным знаком строка, которая поменялась. Люди, в конце концов, пришли к так называемому формату Unified DIV, он же Unified Patch. Вот. И вот это как раз очень сильно похоже на то, как делает... Как работает GitDiv. Буквально с точностью до дополнительного заголовка, названия, коммиты, вот этого всего. Вот. В таком формате, я думаю, вы это помните уже, у нас есть два варианта файлов, исходный и финальный. Вот эти две бебячки описывают, какие конкретно строчки претерпели изменения. Вот. Строка с 16... Начиная с 16-й, 7 строк превратились в такие же 7 строк, начиная с 16-й же строки. Это не обязательно так. Они могли переехать, например. Вот. И здесь вот, собственно, плюсиками и минусиками размечено, что именно поменялось. Неизменные строки до и после как раз называются контекстом. Теперь мы можем что сделать? Мы можем взять и вот этот патч, давайте, что это называется наложить с помощью утилиты патч на, что? Ну, скажем, на вот эту вот. Вот у вас, да. Давайте сделаем так. cp colent ytxt old colent ytxt Вот они одинаковые. А вот мы сейчас делаем патч. Патч. Да. А как расчисляется diff вообще? То есть, например, у меня есть файл, в нем, например, у меня было две строки. Вот я их поменял местах. Это что? Я удалил первую. Вы удалили две и вставили две. Да. В этой логике это так. Вот. Смотрите. Патч мне сказал, что он сейчас запатчит файл под названием colent ytxt и накатит на него те патчи, которые были нами сделаны. И в результате в этом файле colent ytxt появится та самая нужная нам строчка. Давайте мы немножко изменим ситуацию и попробуем попробуем воссоздать классическую ситуацию, когда нужны патчи, а гид как раз годится плохо. Эта классическая ситуация стоит в том, что вы, как я, например, как мантейнер, получаю на руки новую версию пакета от обстрима, в котором они проделали какие-то изменения. У меня есть патчи, которые я, как мантейнер, проделал над предыдущей версией обстрима. И эти изменения слегка интерферируют с тем, что сделал обстрим. Но слегка, не слишком сильно. Давайте еще раз сделаем цепо и отредактируем этот файл colent, сымитировав ситуацию, когда обстрим что-то такое проделал. Ну что, давайте вставим здесь одну строчку. У нас был жаркий август. Давайте попробуем добавить 32 мая. Обратите внимание на то, что, поскольку эта строка отстоит от этой всего на две, она входит в контекст. Гид с такой ситуацией не справится. Гид вам здесь покажет конфликт. Потому что ваши изменения в этой строке номер 20 произошли одновременно с изменением строки номер 18. А строка 18 входила в контекст. В этом можно убедиться, просто посмотрев на патч. Вот она. Вот здесь мы вписали 32-е чего там у нас, июня. Гид такие изменения не сможет применить. Он выкинет вас в гид мерштул, и вы в этом мерштуле будете сами выяснять, как вы хотите это отправить. Патч я вангую. Согласиться с этим. Видите, он посчитал фазенес этого патча по отношению к тексту. Этот фазенес он равен двум, что такое два, не спрашивайте, надо смотреть, как устроен алгоритм подсчета. Решил, что с такими незначительными, с такой незначительной разницей патч наложить все равно можно. Применил вот эту штуку, то есть поменял вот эту штуку на вот эту, да еще и не в 20-й строке, не в 16-й строке, ну, не в 20-й, не в 19-й, а в 20-й, потому что в исходном файле была добавлена еще строка. Написал здесь. У нас вообще-то на одну строку дальше произошло это соответствие. То есть некоторый интеллект был применен достаточно такой мощный, вот, что очень сильно, конечно, облегчает работу людей, которые работают именно с помощью патчей, и очень сильно ее усложняет, если патч и чаяния, вот такое наложение патча неправильное, а такое может быть. Ну, мало ли у вас в пустой контексте три пустых строчки, дальше какая-то строка, дальше три пустых строчки. Такой патч можно наложить на что угодно, да, почти, лишь бы строчки повторялись. Или, как в прошлом семестре я приводил пример, у вас есть две функции, которые вы запатчили, а в upstream их три, которые надо запатчить. Понятное дело, что две функции запатчатся, а третья нет, с какой стать. Ну и так далее. Вот. Кстати сказать, в этом случае как раз очень удобно применять всякие мерштулы, например, гвиндив, который как раз и будет применять, значит, обладать способностью вставлять соответствующие фрагменты патча в текст. Вот. Что касается гита, да, возвращаемся к нашим баранам. Что касается гита. Вот. Что касается гита, вот видите, я отключил на лекциях пейджинг, теперь я не вижу, где там начало всего этого безобразия. Вот. Мы с вами уже видели, ну, например, gitlock-p. А как обратно его включить? Никто... А, минус-минус поджинейт. О, отлично. Нет, не получилось. Не, не хочет. Хорошо. Вот. Сейчас мы просто уберем. Лес, лес уберет цвет. Надо еще, тогда ему говорит минус-минус color always. Лесу говорит минус... Короче. Вот. Че? Я не понял. Ну, еще ссылку на пейджинг, по-моему, удалили в прошлый раз. Да, давайте попробуем. Сейчас. Сейчас просто удалим все лишнее. Че-то я не вижу. А, это не здесь. Во. Так, пейджер. Фу, во. Ну, конечно, пейджер равняется ничего. Хорошо сделал. Молодец. Да. Ну вот, смотрите. Вы можете узнать вот в этом тексте, кусок текста, очень похожий на div-u. Такие же плюсики-минусики, такие же бебячки в качестве указания положения контекста, такие же плюсики-минусики в том месте, где контекст меняется. Вот. Я, как уже говорил, даже больше того, можно сказать, что вот эта штука, ее можно просто направить утилиты патч на вход, и она отпатчит вот этот файл. С некоторыми упражненьками, про которые сейчас я как раз расскажу. Ну, давайте сейчас сделаем вот что. Вот сюда вот. Вот сюда вот сделаем бранч. Вот. И попробуем наложить те патчи, которые мы в гите, ну, в смысле, попробуем наложить те изменения, которые мы сделали гитом и коммитами, с помощью патча. Берем обратно мастер. И выполняем специальную утилиту, которая называется git-формат-патч. Указывая, до какого места мы хотим сгенерировать патч-сет. Вот три штуки. Вот. Обратите внимание на то, что, во-первых, в текущем каталоге внезапно образовалось три файла под названием что-то там такое патч, при этом в их именах кусочек коммит-месседжа небольшой, вот, они сформированы как патч-сет, то есть у них есть строгий порядок. Вот. Этот порядок на самом деле не обязательно строгий. Вот. Если, например, ваши изменения делались в совершенно разных контекстах, то без разницы, в каком порядке их накладывают. А вот если это три коммита, которые правили одно и то же, тогда, конечно, важно, в каком порядке накладывать, иначе патч не наложится. Вот. Так вот эти самые, эти самые три патчи, давайте на них посмотрим. Это очень похоже на обычный патч. Вот, начиная с этого места. До этого идет что? До этого идет, собственно, кусочек коммита, да, коммитер, дата. Обратите внимание на поле subject, как вы думаете, что это? Вообще говоря, это формат письма электронного, классический. Вот эту штуку можно отдавать пайплайном команде send mail, и она пошлет письмо, и оно дойдет. Только надо сказать кому. Тут будет написано от кого, тут будет написано дата, тут будет написано subject. Вот. Когда-то давно люди именно так и взаимодействовали. Они слали друг к другу вот такие штуки по почте, по почте, а потом автоматом же из почты их прям применяли. Вот. У нас даже когда-то был такой практикум, но мы потом на это забили, потому что это выглядит со стороны как очень, очень устаревшая технология. Тем не менее, вот, начиная с этого места, действительно лежит, вот начиная с этого места, действительно лежит настоящий хороший годный патч, который можно применить. Давайте мы это сделаем. Значит, git checkout new new понятное дело, что вот эти файлы никуда не делись. Вот. Давайте их применим. Патч. Значит, давайте заглянем еще раз в какой-нибудь из этих файлов. Обратите внимание на то, что вместо имени файла старого и нового, как это полагается в классическом патче, здесь имя то же самое. Есть, ну, так договорились, что будет использоваться каталог А для исходного файла и каталог Б для пропатченного. Не существующие каталоги, воображаемые. Соответственно, чтобы этот патч применился, он так просто не применится. Ему надо сказать патч патч, сейчас, патч минус P1. Ну, и вот неправильно, вот так. Вот. минус P1 как раз и означает вырезать из вот этого, из вот этого места один элемент пути, потому что он, ну, потому что он не нужен. Вот. Значит, ну и, в общем, все то же самое. Сейчас, давайте посмотрим, гит-статус. Вот, видите, вот это замодифицированный файл. Вот. То есть, в принципе, даже не обязательно пользоваться гитом, для того, чтобы эти патчи накладывать, можно их просто наложить с помощью утилиты патча. Но, есть способ лучше. Если вы, тем или иным способом, получили патч-стат, вот этот, вы можете его гитом же наложить обратно, причем не просто как патчи, а прямо как коммиты, к вам приедут все коммит-месседжи, которые, короче говоря, утилита, гит, то ли аэм, то ли apply, сейчас увидим, эта утилита умеет читать вот это вот все, тоже, не только патч, но и вот это вот все, и превращать вот это в гит-коммит, вот это в коммит-дейт, вот это в коммитер, ну и так далее. Давайте попробуем. Что? А, это он, знаете, что наругался, помните, гид очень не любит пробелы в конце строки, ненавидит их. Каждый раз, когда видит пробелы в конце строки, он ругается. Ну вот он и наругался на то, что там white space errors, trailing white space. А во всем остальном, смотрите, apply zero match, apply minuses и apply сырой ноябрь. И в результате, смотри, что получается. Опаньки, эти патчи приехали в виде коммитов и наложились поверх, ну короче говоря, мы безо всякого, мы не так, передавая просто файлы по сети, мы организовали взаимодействие двух разработчиков, которые наложили, наложил чужие коммиты поверх своего исходника. Такие дела. Вопросы? Если вдруг есть. Я правильно понимаю, что вы нам это показали, это больше так для кругозора? Нет, кругозор кругозором, но в действительности есть три этих самых, в жизни три ситуации, когда вам придется этим пользоваться. Ситуация номер один, патч не накладывается, то есть те изменения, которые были проделаны на стороне, вам придется руками мерштулить их, а можно сделать из них патчи, попытаться их наложить патчом. Если вы видите, что там в общем контекст особо не пострадал, все нормально. Как правило, в тексте на си есть патч, то есть есть изменения, а в другом этом самом где-то рядом добавили просто еще одну переменную. Ну, потому что понадобилось. Все. Этот самый вам говорит гид мерштул сгребайте сами, второй вариант, когда у вас очень разные дисциплины разработки. Вот, например, я как мантейнер пакет в нашем репозитории очень часто скачиваю какие-нибудь торболы из них собираю, иногда это бывают гид-репозитории чужие из них собираю. Но пытаться делать вид, что я разрабатываю вместе с обстримом его программный продукт и коммитить прямо туда прямо в его ветку это довольно сложно. Мы, кажется, с вами говорили чем плох мерш. Если я, как мантейнер держу пачку изменений и каждый раз их мерзу но все время увеличиваю увеличивающийся обстрим, который делаю гидпул из обстрима и мои коммиты мерзжатся поверх, то в результате эти коммиты тонут. У них же вы помните пример же коммит остается, коммит дейт остается, они там в истории где-то внизу плавают. И это каждый раз будет мерз-коммит с фиксом, с какой-то ерундой страшно неудобно. Если я делаю ребейс, становится еще хуже, потому что фактически я переписываю сразу две истории. Историю обстрима, потому что я ребейс поверх нее. И свою собственную историю изменений, потому что у меня раньше мои изменения были тут, а теперь они внезапно переехали тут. Вот то, что было, тот вариант истории, где изменения были на предыдущей версии, он оказался неудел. А так я просто храню три файла с патчами. Я их даже не отправляю, их просто храню в гидрепозитории. Смотрите. Я же наверняка на этой машине что-нибудь собирал. Тут нету. Да дофига. Вот, например, вот, например, Экстерм, которым сейчас, прямо сейчас я пользуюсь. Я Монтейнер Экстерм в связи. Так там этих патчей от нас, от Альта, в том числе от меня, 13 штук. Сейчас, кажется, уже меньше. Я в последнее время завел моду с этим самым, с Томасом Диким лично переписываться, говорить ему, чувак, я тут еще поправил, это как бы не надо. Ну вот, значит, потому что их так проще наложить. Сделал, приехал новая версия, пускай даже из ГИТА, да, отлично. Мы сейчас попробуем наложить эти патчи поверх исходников, если они не наложатся, значит, все, надо глядеть глазками в него и смотреть, что именно я там исправлял, и лучше сделать эти исправления по новой, а если наложатся, я даже не думаю про это. Такие дела. И третье, когда это удобно, это когда у вас действительно нет возможности синхронизироваться репозиториями. Вы хотите кому-то рассказать, что нужно проделать с его волшебной программой, чтобы она заработала. Говорить ему чувак, вот зайди в ней репозиторий, сделай оттуда вот, или там слать ему полреквест, чувак может не среагировать. А когда вы шлете вот такой патчик, короткий, короткий, вот собственно все. 50 строчек. патч 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 что даже не от меня, но тут написано, что от меня, на самом деле нет, патч от сообщества от Linux, который даже я думаю, что Openwall Linux, который позволяет при старте терминала писать, что был запущен шелл от такого-то пользователя в UTMP. Ну вот, такие дела. Значит, для того, чтобы закрыть эту тему и мы двинемся дальше, во-первых, я обещал рассказать и не расскажу про такую штуку, которая называется гид черепик. Гид черепик, не расскажу, в смысле не покажу. Это ситуация, когда у вас есть отдельная ветка разработки с своими коммитами, и вы из нее берете некоторые коммиты. Это такой ребейс, только еще и не ребейс, к тому же. Черепик это переписывание истории, в том смысле, что те коммиты, которые в результате появятся на вашей ветке, это лично ваши коммиты, просто они зачерепиканы с другого места. Вот. Это переписывание истории, но не полная, как в случае ребейса, прививка ветви разработки к вашей. А выковыривание оттуда по одной вишенке и привешивание этих вишенок значит на ваше дерево. Нужно в первую очередь в ситуации, когда у вас есть, например, продакшен тестинг девел версии вашего продукта и внезапно где-то в продакшене выясняется, что ошибки были. Тогда ваш саппорт прямо на продакшене делает мерзкий хак, чтобы он продолжал работать. Ну, а где же еще? за это время тестинг и девел ушли вперед. У вас появляются какие-то коммиты, которые пытаться оттуда мерзить себе на роже. Тогда вы просто их черепикаете и у вас внезапно в истории появляются новые красивые свежие коммиты, похожие на те, что были в другой ветке, но как бы отдельно. Такая вот штука. если вы понимаете, что никакая стратегия мержа, ребейза и вот этого всего не поможет вам сохранить нормальную читаемую историю, просто черепикаете. Такие дела. Если мы сделали там репозитории, начали развивать, он разросся, а дальше стало понятно, что история была неудачной, процесс разработки неудачный, хочется просто некоторые коммиты выделить в отдельную такую ветку, которая уже потом будет кушать. В этой ситуации можно использовать черепик? Конечно, конечно, за исключением, ну, как бы с учетом того, что, кто будет, как это, кто зависит от вашей истории, да? Любое, любое переписывание истории это хорошо до тех пор, пока вы кому-то задним числом не испортите всю молитву. То есть любое приукрашивание истории. Я уже четвертый год ввожусь с одним проектом, который я так не доведу до ума, который выглядит как превращение гид-лога в презентацию. Потому что, если подумать, гид-лог это вообще-то готовый слайд. В нем прямо написано кто, что, с чем, когда сделал, по какой причине. Проблема состоит в том, почему я этот проект все еще ввожусь с ним, но никак его не доведу до ума. что любое исправление даже просто тайпа, ошибки в тексте просто реворд. Это другой коммит, это переписывание истории. Так что, фактически, такая красивая, причесанная история из очень красивых коммитов, это прям вот совершенно отдельная ветка, которая с исходником где-то там в районе корня только смыкается. А это, конечно, не очень удобно. Хотя я практикую эту штуку, вот этот свой недоделанный инструмент, когда делаю, например, примеры к лекциям. Ну, потому что примеры к лекциям, они чисто учебные имеют назначение, вряд ли кто-то будет от них клониться. Да? Ну, и перепишу, запушу, сделаю force push все эти ветки заново. Такие дела. Тогда уточнить, вы говорили, что коммитить мы можем в любой момент, когда мы с хотим может решить под задачу, там не важно, может, доработать в целиком программе, а когда мы уже делаем push, тогда все должно работать, все должно быть замечательно. Вот как раз правильно использовать черепик, если я хочу у себя в локальной машине вести там ветку, условно, выкидывать все эти коммиты промежуточные, которые могут там, ну, чтобы программа не работала, и оставить у себя ветку, только где все, и такой вариант, да, да, и такой вариант тоже. Хотя, тогда вообще непонятно, а, ну да, и потом вы ее публикуете, да, 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 такой вариант как раз годится. А можно просто слить коммиты, знаете, делать rebase-интерактивы, просто говорить это фигну, там, либо fix-up коммит, либо squash-коммит, и все. В этом смысле rebase-i это очень удобный инструмент, если вы уверены в том, что вот эту вот историю надо как-то причесать, вы просто их... Значит, теперь давайте вернемся к питончику, но для начала сразу скажу, что есть в питоне инструмент, который очень похож на вот эти утилиты div, утилиту div, это div-lib, вот, более того, он более мощный, у div-lib, помимо того, что он умеет делать unified div, и в документации есть даже пример утилиты, она раньше, ее раньше можно было найти где-то в недрах питона, в очень нестандартном месте, но она переместилась в еще более нестандартное место, а конкретно, собственно, внутрь документации, и теперь обычных, в обычных сборках у питона вот этого div.py не существует, есть он только вот, ну, с другой стороны, это очень мало строк-кода, вы это можете просто копипастить и пользоваться, вот, он прям вызывает div-lib с нужными ключами, вот, можно сделать unified div с помощью этой штуки, вот, ну, в общем, вот, вот, видите, он где лежит, cpython.dog.includes.div.py хорошее место, реально я нашел только путем git-грепа его, вот, значит, div-lib лучше, чем утилиты div, тем, что он умеет в HTML div, то есть, он может раскрашивать эти самые разницы в HTML и оформлять ее красиво, вот, вот, значит, это какой год, питончик 22-го года, вот, мне кажется, эти люди не пытались утверждать, что они совершенно независимо друг от друга решили одну и ту же задачу, вот, очень красиво все выглядит, обратите внимание, что в отличие от классического div, а в HTML div и N div, который тоже есть в div-libе, умеет не только в построчный, но даже в пословный div, видите, тут отмечены, вот, отмечены прямо вот места в строках, которые отличаются, вот, причем вот здесь вот явно добавление символа, здесь явно удаление символа, ну и так далее, такие дела. Ну вот, а теперь пошла, теперь пошла, значит, история гораздо более интересная, которая прямо связана с нашим домашним заданием, а также еще и с практиком 321-й группы. Спешно вспоминаем, что у нас было по сетям, вот, во всяких программистских частей, вот, кстати, у вас был какой-нибудь курт, где вы что-нибудь под сети программировали, какой-нибудь клиент сервер, что не было, а у нас по осям было, а вас не было. Ну, короче, мы будем делать это на... Да, короче, мы будем делать это на питоне. А, ну, задачки Чернова, это тоже ничего, да. Короче, мы это будем делать на питоне, в отличие от C, программа на питоне, например, такой тупой аналог программы NetCAD занимает, как видите, 10 строк. Вот. Давайте ее тупо скопипастим, почитаем, что в ней написано, и попробуем понять, почему она тупая. Вот. Так. Люди стали вспоминать, значит, бойцы вспоминали минувшие дни, да, и битвы, в которых рубились они. Давайте вернемся к нашим баранам. Значит, смотрите. Вот. Вот программа из 10 строк, которая делает что? Она коннектится к хосту, по умолчанию, это localhost. На парт 1,3,3,7. Здесь есть такое волшебное число, 1,3,3,7. Вот. Если опять-таки нет такого параметра, если есть, вы ему передаете параметр. Открывает сокет. Какой сокет? АФ и нет, сетевой, сокстрим, TCP-шный. Открывает TCP-шный сокет, принимает оттуда соединение, и дальше начинает читать по одной строке из этого соединения. Обратите внимание, SIST STDN буфер, то есть по байтовой. Байтовая, никакой конверсии в текст не происходит, понятное дело, потому что сеть у нас, ну, понятно, не хватало еще нам свалиться здесь по ошибке в кодировке. Вот. Посылает туда какое-то, значит, считывает некоторые сообщения, посылает сообщения на удаленный сервер, считывает ответ с удаленного сервера и выводит его вам. И так по кругу. В общем, неткат для очень-очень-очень бедных, но зато, это самое, 9 строк питон содержатель. Можно даже проверить, что он работает. Смотрите. Запустим какой-нибудь неткат минус L минус P 1, 3, 3, 7. Неткат, я сказал. Это настоящий неткат. Что это не так сказал? А, localhost. Вот. Это настоящий неткат. И попробуем этой штукой туда присоединиться. Сейчас мы ее запустим. Я говорил, запустим. Извините, что такое неткат? Неткат. Это утилита, которую мы в лекциях по сетям будем пользоваться просто непрерывно. Это утилита, которая позволяет, она работает в двух режимах. Она может установить соединение с произвольным сервером, TCP-шное или UDP-шное, но UDP-соединение не бывает, поставьте UDP-датограмму. И вы будете туда что-то писать, а сервер вам будет отвечать. Это как кат, только по сети. И второй вариант, который я сейчас использую, она может служить сервером. То есть она биндится на 1337-й порт нашего localhost-а, и теперь мы можем на этот порт что-нибудь писать. Она нам выведется на экран, а если мы будем сюда что-то писать, она пошлет это в этот сокет, и мы увидим. Соответственно, фактически мы можем сейчас запустить еще один неткат и друг с другом поговорить. Ну или запустить неткат, вот эту нами написанную программу. Вот она подсоединилась. Давайте мы сейчас увидим, что где-то неткат запущенный. Вот тут. О! Это ответ. Вот. Значит, так что, так что программа написана на питоне, которая умеет подсоединяться к сокету, посылать туда строки, получать оттуда строки, в самом тупом виде выглядит вот так. Почему я сказал в тупом виде? Настоящий неткат работает гораздо сложнее. Обратите внимание, что здесь обязательно чередуется послать одну строку, получить одну строку, послать одну строку, получить одну строку. Вот. Реальное сетевое взаимодействие может выглядеть не так. Поэтому эта программа очень неудобная. Тем не менее, как видите, она очень короткая. Что мы хотим? Мы хотим написать какой-нибудь сервер, то есть аналог вот этого неткат минус L, где мы тут его запускали, уже не запускали. Вот этого неткат минус L. Сейчас. минус L localhost 337, то есть программу, которая будет слушать на порту 1337, получать сетевые подключения по этому порту, организовывать обычную связь, ну то есть писать туда строчку, читать оттуда строчку, ну и соответственно, когда клиент отключится, она должна отключаться. В чем некоторая проблема написания такого сервера? Опять-таки, меня поймут только те, кто этим хоть как-то занимался. А сколько подключений нужно обрабатывать? Вот подключился кто-то к порту 1337, организовывался TCP-соединение. Второй раз можно подключиться к этому порту или нельзя? Если нельзя, то это плохой, негодный сервер, правильно? Ну как? Только одно подключение обрабатывание. Если можно, то это значит, что программа должна выглядеть примерно так. Мы, значит, биндимся на 337-й порт, дальше делаем акцепт, акцепт должен порождать отдельный процесс или отдельный трет, это отдельное что-то, там заниматься обменом, а мы бы должны продолжать слушать на этом порту, следующий акцепт порождает следующий процесс, ну и так далее. Вот эти все процессы порожденные должны ждать, пока соответствующие соединения закроются, когда закроются, прекращать свою работу. Вот если кто-то это когда-то программировал на C, то это, в общем, там, больше, больше, десятки строк кода. Вот. Фишка, почему все это появилось в наших лекциях, состоит в том, что на питоне простейший сервер, который этим занимается, включая обработку множественных множественных соединений занимает тоже 10 строк. Ну, может быть, 11. Да? Вот. Что мы, что мы делаем? Мы пользуемся штукой, которая называется streams, мы пользуемся штукой, которая называется async.o, про которую у нас был разговор. Это вещь, на которой в современном мире пишется практически все на питоне, все сетевое на питоне. Напоминаю, что async.o это тяжелая эксплуатация питоновского синтакса, который называется async, который ведает асинхронным исполнением кусочков коррутин в одном треде, то есть это не многопроцессность и даже не многотрендовость, это один тред, просто его куски выполняются асинхронно. Вот. И у async.o, оказывается, есть прям такая, я бы сказал, утилита под названием старт-сервер, которую делают сама все то, что только что я рассказал словами. Она сама биндится на нужный порт, она сама принимает соединения, она сама выделяет в отдельную коррутину обработчик соединения, он будет называться собственно вот этот самый эхо-сервер. Вот давайте вы его и напишем. Давайте мы пока что не будем копипастить, а попробуем все-таки вживую написать импорт. Async.o, Async.o я сказал. Вот. Что там у нас? Async.o, Async.dev, Async.dev, нужно определить сервер, который будет, а нет, нужно определить процедуру, которая будет стартовать, мейн, что в этом мейне должно быть? В этом мейне мы должны запустить собственно сервер и дернуть этот сервер, чтобы он начал работать, то есть как бы зарегистрировать коррутину, базовую коррутину обработчиков всех сетевых соединений, из-под которой будут запускаться корутины, обработчиков, каждое соединение в отдельности, и сказать сервер работает. собственно, собственно, и все. Значит, надо создать сервер. Сейчас, как он там называется, старт сервер. Давайте для тупости прямо напишем вот так вот. Хорошо, что вы следите. Спасибо. Кажется так. Вот. Да. Вот, значит, вот наша коррутинная сервер. Теперь ее надо дернуть. Последнее время такие вещи делаются с помощью Async With, а не просто Await. Так удобнее. Вот. Ну и дергаем ее, собственно, что там, Await. Сервы. типа Surf Forever. Служи навечно. Как-то так. Только не Server Forever, а Surf Forever. Мне кажется так. Сейчас давайте посмотрим шпаргалку. Ну, кажется так, да. Вот. Что я сделал неправильно? А, нам надо сказать, нам надо писать алгоритм, который обрабатывает, что, собственно, служить-то будет. надо писать это еще это эхо-СРВ. Ну, давайте опишем его. Async Dev. Какие у него параметры? Я думаю, что никаких. А, нет, какие. Значит, что такое вот этот эхо-СРВ? Эхо-СРВ это инструмент, собственно, обработчик открытого соединения, который читает со входа и пишет на вывод. Да? Вот всю сетевую часть за нас делает Async Dev. Start Server, а всю логическую часть эхо-СРВ читает с некоторого ввода, который в терминах в терминах Python называется Reader. И записывает на стандартный вывод. Вот. Как это делают? While. По-моему, так. Просто только надо надо при... У ридера и райтера есть всякие методы по вводу-выводу. Например, метод RedLine встречает то есть читать одну строку. Да? Это у нас Query. Вот. Когда RedLine внезапно возвращает пустую строку, это означает, что соединение закрыто. Ровно так же, как у нас происходит чтение, например, из файла. Да? Когда Red возвращает пустую строку, означает, что мы все, начитались уже. Вот. Ну и все, Writer. там кажется тупо в write. Да. В write. Query. Это у нас будет response. Давайте ради прикола сделаем, как в лекции, как в плане. Вот. функции там вы написали в titer, а надо в writer. Ну там reader и в titer. В titer, ага. Вот. Так. Осталось только закрыть этот поток правильно. Вот. Тут вот это я точно возьму, да, close. И что еще? И wait.close. в writer.close. Потому что про reader-то мы знаем, что он закрылся из-за того, что мы из него прочитали. Вот. А про writer не знаем. Мы его надо самим закрыть. Вот. Ну и на всякий случай на всякий случай подождем, что тут как пишется. Просто wait.close. Вот. Я не уверен в том, что это нужно делать, но это какое-то какое-то избегание. Возможно, операция close в случае сокета работает просто по времени, не быстро. Там, несколько сотых долей секунды. И не равен час у нас захочет запуститься еще один, что-нибудь еще одно в это время. Да, пускай вот весь сокет придет в состоянии close, только после этого. Мне кажется, что это все. Осталось только этот main запустить. async.o точка run run даже run main Для тех, кто забыл, что такое async.o, напоминаю, что async.dev это такая карутина с точки зрения питона, это такой особый вид генератор функции. то есть когда я говорю main не запускается функция main а создается генератор функции то бишь карутина под названием main и эту карутину async.o ставят в очередь. Когда я здесь говорю ну и так далее ну вы поняли меня да значит пускай у вас пускай у вас вот этих если вы вдруг забыли что такое async.o пускай у вас вот эти скобочки не не сбивают с толку. Это не вызов функции. это создание карутины которая потом будет значит где-то использована. Ну вот вот такая вот штука кажется мне если я правильно все переписал кажется мне будет работать таким ахо сервером более-менее похожим на nitcat минус l только еще и только еще и так nitcat localhost 1 3 3 7 бумс какую-то ошибку я сделал расскажи мне что я за ошибку сделал корутин обжиг так где-то я все-таки тоже помните вот только что я обращался к аудитории с просьбой не путать корутину и вызов функций и где-то я сам облажался а ну конечно что здесь написано здесь написано что квэри это такая корутина под названием редлайн ну а кто будет ее вызывать дубль 2 о так где тут запущено вот она запущена это и я о смотрите работает вот то есть фактически мы написали сейчас сетевой сервер который умеет обрабатывать подключение на порту 1 3 3 7 и посылает туда все буквы которые мы прислали то есть он принимает от нас некую строчку меняет большие буквы маленькие маленькие на большие поражает замениваться что более важно это сетевой сервер может обрабатывать несколько подключений смотрите один и тот же вот такие дела давайте мы здесь сделаем паузу потому что мне хочется понимать насколько вообще народ догоняет происходящее вот 18 строк 17 16 15 14 12 13 11 строк 11 строк сетевой сервер еще раз что произошло когда написали netcat вы как-то активировали порт или что вы сказали я подключился к порту тест 1 3 3 7 как вот эта программа подключилась вот эта хз.пай как она включилась как сервер увидев что да что то что к порту произошел подключение запустил обработчик конкретно этого подключения это адрес localhost вам сильно не хватает знаний по сетям к сожалению да да вот я-то рассчитывал на то что какую-то подобную штуку на праке пишут по осям похожую жалко далеко не все понятно да локалхост наверное могли надо посмотреть формат но я думаю что могли давайте попробуем попытка то не пытка у локалхоста знаете какая есть неприятность он может разрешиться в ipv6 нет там адрес должен быть ой нет там все очень интереснее кто-то а я стоп 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 я его сначала остановить надо а локалхост но я соврал я соврал 0 0 0 0 0 0 0 0 это не локалхост 0 0 0 0 0 это все 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 айпишники это слушать на всех возможных айпишников локалхост это 127 0 1 то есть вот такой сервис который здесь вот здесь где написано 0 0 0 он будет слушать сразу на всех имеющихся интерфейсах вот это все вот поэтому тут 0 0 это типа на всех адресах вот ну вот еще вопросы понятно значит вам в это все равно придется въехать потому что у нас будет домашка на это дело вот а пока что давайте подумаем вот над чем вот здесь я уже возьму на себя как это наглость скопипастить кусок кода потому что я не берусь у меня не хватит наглости написать 36 сток кода работающих без ошибки вот что мы хотим сделать мы хотим написать некую штуку где бы вот эти клиенты которые коннектятся к порту 1337 обменивались сообщениями друг с другом для простоты чтобы эти об сообщения были такие вот ты посылаешь сообщение и все клиенты его видят ну такой вот такая вот беседка где при каждом клиенте написан кто пишет кто написал в общий чат вот такая типа группа telegram так вот что при этом нужно сделать нужно например каждое входящее сообщение ретранслировать во все установленные соединения то есть во все экземпляры вот этого самого обработчика вас а есть проблема с этой задачи есть проблема которая стоит в том что нет простого способа узнать что у нас но в потоке появились новые данные мы должны оттуда либо читать любни читать если мы читаем а там данных нету то мы на этом запросе зависаем вот в общем нам тут поможет специальный модуль асинк ложе под названием streams который собственно как раз и нужен для обработки поток в данных вот чтение и записи вот как как бороться с ситуацией что мы на этом стриме запустили чтение и зависли да очень просто асинхронно это дело запускать пускай это будет отдельная карутина которая читает она потом поставит поставит в очередь полученную когда она получит соответствующее сообщение она поставит в очередь эту очередь прочитают все все наши клиенты вот ну вот еще тут еще тут по результат моих экспериментов состоял в том что нужно сделать create task и в этом таске запускать к рутину в новых питонах нельзя просто так к рутину ставить выполнять выйдет от нее вот и получим мой следующий код давайте поглядим давайте поглядим вот и аккуратненько еще раз разберем да кстати сказать кажется в этом коде я не использую не использую сервер не отпользуюсь вот он сервер вот это вот вся функция понятное дело до сервер работает сервером а функция нас обработчик он довольно сложный вот так ну хорошо давайте на него поглядим еще раз так вот так что это было а это не нужно было а тут чё 79 секунду ну вот значит вот давайте прям посмотрим ну значит здесь все понятно да значит в мы не у нас что запускается сервер этот сервер вызывает нашу вот собственно главную функцию чат который будет это это не функция крутина который будет обрабатывать каждое подключение к порту 1 3 3 7 на нашей машине на любом адресе вот и дальше мы дергаем дергаем сервер говорим ну все сервер готов работы значит этот сервер будет работать и при каждом подключении запускать вот эту вот функцию это функция ведь она чуть более сложная ну для начала мы просто вот эта вот штука это всего лишь узнать откуда произошло подключение видите райтер это поток с которым мы читаем из этого райдера можно с помощью несложные несложного метода get extra info узнать а вообще откуда произошло подключение она может быть из интернетов там или с того же с той же машины в числе прочего в дальше что мы делаем поскольку мы запустили поскольку этим клиентам подсоединившимся к нашему общему чату нужно передавать какую-то информацию да мы заводим глобальный глобальный этот как его фамилия словарь под названием клиент и добавляем туда очередную очередь и это будет очередь сообщений предназначены данным клиенту видите вот этот глобальный словарь клиент у него индекс это собственно пир нейм идентификатор подключившегося подключившегося к нам пользователя а содержит он просто очереди синхронные в которые мы будем складывать сообщение предназначен эту клиенту клиент будет потихонечку читать вот что мы делаем мы делаем две задачки одна send другая receive задачка send это написать сообщение то есть но на самом деле не написать сообщение ответить на сообщение до раздачи сообщение всем остальным задачка receive это значит принять сообщение из ридера из до из ридера вот наоборот соврал почему send это ридер-редлайн а к нам пришло до соврал значит send это принять сообщение из ридера то есть то что нам надо разошла разослать всем остальным ресив это посмотреть нет ли у нас еще одного сообщения в очереди вот мы все поехали до тех пор пока не закрыто соединение тем или иным способом например с той стороны программ просто закрыл сокет вот мы что делаем мы 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 выйдем сразу два таска и сэнд и ресив какой первый из них проснется то есть что первое получится либо мы получим в нашем кью в нашей очереди сообщение сообщение для нас которые нам растет транслировано другими клиентами либо мы получим от пользователя вот это шин без разницы какая разница вот кто какой первый какой из этих заданий первое закончится вернее первое но вернет значение то и будем обрабатывать вот при этом а выйдет возвращает список в котором значит асинквейт в котором одно задание будет то которое собственно в данный момент вернул значение другое пензинг который еще висит вот дальше мы проверяем даже не так тут будет смотрите поскольку а выйдет асинхронный у нас если заданий много машины это список список запущены если это был пользователь spraw Podeal значит надо взять во первых создать таск новый такой Видите, такой же. Это будет наш следующий сент, мы следующее сообщение будем принимать. Дальше. И в каждую очередь клиентов, кроме нашей, засунуть, да, это Q, напоминаю, что клиент – это словарь очередей. В каждую очередь клиентов засунуть, ну, некоторые сообщения. Все. Работа сделана, у нас завершилось задание под названием send, то есть пользователь что-то послал, вбил с клавиатуры. Мы то, что в пользователь вбил с клавиатуры, рассылаем по всем имеющимся клиентам. Точнее, не так, мы не рассылаем, мы ставим в очередь клиентов. Если же заданием, которое завершилось, а не висит, являлось receive, это означает, что наоборот, что у нас в очереди Q, клиент сми, это очередь, да, вот здесь вот, в очереди, появился новый элемент. Гет наконец-то закончился. И тогда мы формируем новый таск под названием receive, и просто пишем на стандартный вывод полученное сообщеньку из очереди взятую. На всякий случай мы ее еще флашим, чтобы, допустим, там, перевод строки перевелся, ну и так далее. Ну и так по кругу. Снова ждем оба задания. Кто первый проснется, либо у нас пользователь введет что-то, либо другие пользователи что-то ввели, поэтому у нашего пользователя в клиент, в Q, в очереди появится соответствующий сообщение, и все это по кругу делается. Вот, собственно, и вся машинерия. Да, когда соединение закончено, то есть с той стороны клиент закрыл соединение, надо, во-первых, поубивать оба таска send и conceal, а то они там все еще висят. Вот. Во-вторых, какую-нибудь диагностику. В-третьих, убрать из глобального списка очередей клиентов, в нашей очереди, закрыть райтер. И, собственно, все. Вот. Давайте посмотрим, как это работает. Пользоваться мы будем обычным неткатом, потому что это проще всего. Значит, неткат. О, смотрите, что произошло. Наш сервер выдал сообщение, что к нам подключился клиент под названием 127.001-53.080. Что это за волшебные числа такие? Где это? Вот. Вот это. Вот эта строчка. Это то, что нам вернул Перным. А Перным нам возвращает адрес, откуда произошло подключение, и порт, с которого произошло подключение. Помните, TCP-соединение, оно двунаправленное. Мы на порт 1337 подключаемся с порта какого-то, этот порт какой-то, в данном случае случайный, и старшая половина берется, больше, чем 32 тысячи, кажется. Вот. 53.080. Вот. Мы можем туда что-то послать. Правда, мы ничего не увидим. У нас нет второго клиента. Давайте второго клиента откроем. Так, это первый клиент, это сервер, это первый клиент, это второй клиент. Сейчас будет. О, обратите внимание, сервер нам говорит, слушайте, а у нас еще одно подключение произошло с адреса 127.001, но на этот раз с порта 42.314. О, смотри, что происходит. Все клиенты, кроме меня, получили мое сообщение. Вот я послал такое сообщение. Давай ответим. Ну и так дальше. Можно даже попробовать что-нибудь, какое-нибудь извращение сейчас мелкое. Если получится. Какой у нас адрес? 10.5.1.211 Неткат 10.5.1.211 1.3.3.7 Yes! Вот я зашел с помощью Киришел на свою машину, которая у меня стоит там на рабочем месте, 162. И оттуда присоединился к нашему серверу. Как видите, адрес. Удаленный другой. Ну, дальше мы можем оттуда тоже работать. Теперь, значит, все, кроме меня, все клиенты этой штуки, кроме меня, будут получать мои сообщения. Ну и так далее. Такой вот чатик. Раз, два, где еще один? А, три. Вот он. Давайте отсоединимся вот здесь, например. Вот здесь. Ну, Ctrl D, скажем. Опаньки. Значит, что при этом произошло? Во-первых, бага в нашей реализации привела к тому, что всем разослалось пустое сообщение, кажется. Да, вот оно. Ну, разослалось и разослалось. Вот. А во-вторых, сервер написал честно, что соответствующее соединение закрылось. Ну, вот, собственно, и вся процедура. Вот на этом можно вообще-то лекцию заканчивать. Тем более, что и время подошло. Вот. Давайте заговорим Ctrl D. Вот он тоже закрылся. А, это вот наш греб. Ctrl D. Все. А это все висит в себе, ждет в соответствующих подключениях. Бум. Это я сказал Ctrl C. Так, конечно, оно не работает. Там кейборд интерабол. Ну вот. Давайте посмотрим, что у нас осталось по теме. Кажется, ничего. Да, осталось домашнее задание. Домашнее задание будет состоять в том, что вы приделаете наших любимых коров к вот этому конкретному коду с общим чатом. Вот. И придумаете некоторый язык этого чата, который будет состоять из шести команд. Вот. То есть для того, чтобы войти в этот чат, надо сначала залогиниться, представиться какой-то коровой. Причем представиться можно только именем существующей коровой, не париться. Минимальное, да, вот, чтобы лишнего кода не писать. Пока вы не залогинились, естественно, вы ничего не можете делать. А как только вы залогинились, вы можете говорить сей и посылать сообщение конкретному пользователю. А yield – это значит посылать сообщение всем. Вот наш вот этот чат делал yield. А там еще должно быть адресное сообщение сей такому-то пользователю такое-то сообщение. Все. Ну и квит. Вот. Такая командная строка. Можно на CMD, кстати, написать. Будет довольно удобно. Вот. Это будет домашняя задача такая. А, нет, CMD не нужно. Соврал. Не нужно, CMD. Значит, вместо клиента... Клиент... Раньше здесь было такое подзадание «Напишите еще и клиента хорошего». Хороший клиент, я его писал. Двое суток я его писал, понял, что... Вот такое-то я написать могу. Вот такое. Это просто. А хороший годный ниткат на питончике – это серьезная штука. Вот. Если на вашей машине, на которой вы работаете, нитката нет вообще как класса, вот, то можно установить модуль под названием «Ниткат». Это просто скрип на питончике простейший. Вы его запускаете и с помощью него делаете примерно то же самое. Да, тестируйте это как клиент. Все. Вот теперь я все сказал, в том числе про домашку. Будьте добры, ваши вопросы. У нас есть немножко времени на вопросы. Что такое общие, вот если с сетями прям вообще по нулям в плане знаний, где их можно подчеркнуть? У-у-у-у. 321 группа, что посоветуете человеку? С核-сети для самых маленьких. А, да, сети для самых маленьких, конечно. Есть такое сообщество, называется ЛинКО, что ли, в Питере. Это какие-то очень-очень крутые сетевики, я с ними время от времени тусовался. Они написали такой онлайн-учебник под названием «Сеть для самых маленьких». Главный недостаток этого учебника, там очень-очень много про конкретные представления разных железячников сетевых о том, как это должно работать. Но, с другой стороны, именно они-то с сетями и работают. Я-то, как видите, так. Так что сеть для самых маленьких – хороший ресурс. На самом деле, вам нужно знать очень немногое из этого безобразия. Вам нужно знать, что такое TCP-подключение и как оно обрабатывается. Но я еще глобально, то есть просто для… Глобально, вот, да, 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 да. Еще вопросы? Нет вопросов. Тогда в следующий раз у нас все еще, кажется, мы продолжаем разговаривать про… Мы еще не переходим к инструментам разработки, кажется, сейчас мы увидим это. Да, по плану у нас в следующий раз как раз всякие гитхабы, организация информационного пространства, вот это все. И, видимо, как раз, значит, как раз уже мы подступаем к регистрации проектов. Я об этом скажу отдельно. Все, тогда, если вопросов нет, всем спасибо. Вот. Я надеюсь, с некоторыми из вами встретиться сегодня. Пожалуйста. Очень хочется, чтобы люди слушали, чтобы можно было с кем-то поговорить. Ну, а с остальными мы встретимся через неделю.